Игорь Александрович, вот только накануне Путин красовался с картой, на которой якобы нет Украины, как сегодня вот этот главный вагнервец Пригожин взялся бросать, ну знаете, даже не камни, а целые булыжники в огород Путина. Украина прошелся Пригожин по целях спецопераций, вот по денацификации, демилитаризации, очень, как вот для меня, как для украинца, очень ярко он высказался по поводу того, что все эти планы Путина не то, что были сорваны, а наоборот, что вот в результате вторжения российской армии Украина осознала себя как нацией, как нация, и украинская армия стала сильнее. Но помогите мне, пожалуйста, понять, какова цель подобных заявлений Пригожина, он уже не в первый раз подобное себе позволяет, а главное, почему ему позволяют и дальше подобное говорить, почему он и до сих пор жив? Да, действительно, вы задали несколько вопросов насчет карты, которую принес Зорькин, мы, видимо, отдельно поговорим, если успеем. Что касается Пригожина, ну да, действительно, два самых ярких патриота Украины сегодня, спикера проукраинских в российском медийном пространстве, это два преступника, Пригожин и Гиркин. Вот они соревнуются в том, кто лучше похвалит Украину и кто сильнее обругает Россию и ее военное и политическое руководство. Мотивы понятны, это два таких, ну, они очень разные эти люди, Пригожин и Гиркин, я тут Гиркина не случайно включил в эту обойму, потому что, на самом деле, он тоже с этой же стороны, но с другими мотивами. Итак, Пригожин. Пригожин, вообще, в основном, Пригожин это про деньги, то есть, у него давний конфликт с Министерством обороны, потому что он только за прошлый год получил 5 миллиардов на подрядов Министерства обороны, хотел получить больше. Еще сколько-то заработал на создании вот этих вот изумительных, изящных пирамидок, которые названы были «Зубы дракона», значит, это вот защитные сооружения в Белгородской области. И, значит, вот эти отряды русских добровольцев, которые, так сказать, вошли в Белгородскую область, они, видимо, опасливо так их обошлись стороной, потрогали, они остренькие такие колются, и решили их оставить в покое и не, так сказать, не брать с собой, потому что, в общем, опасные предметы, и лучше их в стороне оставить. Вот, но 10 миллиардов на изготовление этих сооружений Пригожин заработал, так что, в принципе, ну, неплохая прибавка к пенсии, к тем безумным деньгам, которые он получает там из Африки, из других источников, ну, короче говоря, Пригожин это про деньги. С Шойгу у него давние конфликты из-за бюджета Министерства обороны, такие же конфликты у него с Бегловым, губернатором, значит, соответственно, Санкт-Петербурга. И поскольку он действительно, Пригожин, он как такой ядовитый газ, он заполняет все пространство, которое оказывается свободным. А если какой-то на этом месте, где, который хочет заполнить Пригожин, появляется какой-то предмет, он пытается его уничтожить. И в данном случае Шойгу явно, так сказать, попался на пути Пригожина. Он, значит, конкурирует с Пригожиным за место рядом с Путиным, он конкурирует с Пригожиным, оттесняет его от бюджета Министерства обороны, короче говоря, ведет себя не по-товарищески. Поэтому Пригожин давно и целенаправленно уничтожает Шойгу, пытаясь добиться его отставки, всячески унижает его, демонстрировать его профнепригодность, что несложно. Потому что действительно Шойгу абсолютно профнепригоден на посту Министерства обороны. Кроме того, Пригожин с некоторых пор начал плевать на портрет Путина. Причем делает это публично, обзывает его матерно, по-всякому, значит, счастливым дедушкой, чудаком на букву М. Ну и вообще всячески намекает, что Путин, в общем-то, не на месте, и его бы надо заменить более достойной кандидатурой. В этот момент Пригожин скромно потупляет глаза. Значит, на сегодняшний момент целью Пригожина является выход из этой войны, потому что, в общем, грядущее украинское наступление ничего хорошего Пригожину не сулит. Остатки своего ЧВК... Значит, я сейчас не ручаюсь за точность потерь, которые ЧВК Вагнер понесла в ходе вот этой вот бессмысленной исторической битвы за маленький районный центр в Украине, который длился 7 месяцев. Значит, ну, только вот конкретно по данным самого Пригожина я сейчас опираюсь только на внутреннюю информацию. Значит, Пригожин потерял только, только конкретно ЧВК Вагнер, положило убитыми 20 тысяч человек, и еще примерно вдвое больше, это безвозвратные потери. То есть, таким образом, где-то порядка 50 тысяч человек, это были потери ЧВК Вагнер под, ну, считая Пахмут, Лидар и так далее. То есть, вот это вот длительное наступление, ну, вернее, не наступление, а длительные попытки совершать какие-то возвратно-поступательные движения, такие фрикции вокруг, так сказать, этих двух небольших городков. Значит, он практически, ЧВК Вагнер, можно считать, что самоликвидировано. Остатки он пытается вытащить, значит, с линии фронта, и, видимо, пытается переждать, понять, куда ветер дует. Его цель сегодняшняя – это дискредитация военного и политического руководства России. Почему? Потому что он не глупый, безусловно, человек, человек с большим опытом выживания в зоне, с большим опытом выживания в условиях, так сказать, токсичной и крайне тяжёлой среды предпринимательства в 90-е годы. И этот человек прекрасно понимает, куда ветер дует. А ветер дует к поражению. А поражение, как известно, сирота. И вот эта сирота сейчас, она будет бегать по России и кричать, значит, искать папу, искать родителей. Значит, вот эта сирота поражения, неизбежная совершенно, она будет искать родителей, будет кричать «папа, папа», и Пригожин будет бегать от неё, потому что один из вариантов родителей этого поражения будет он. Значит, потому что он главный герой, он главный герой, главный участник, значит, кто проиграл, кто виноват, кто отец поражения. Значит, Пригожин очень не хочет быть отцом поражения. Он пытается сейчас спихнуть всё на Путина, на Шойгу, на Герасимова, на кого угодно. Ну, вот, собственно говоря, цели Пригожина. Дальнейшее Пригожин будет выжидать, и в зависимости от исхода войны, если, например, так сказать, в результате этой войны произойдёт смута, то Пригожин с удовольствием восстановит, значит, численность ЧВК легко, потому что деньги есть, и набрать из тех сотен тысяч российских военнослужащих, которые выживут в результате разгрома от украинской армии, набрать среди сбежавших с поля боя с оружием российских военных, ну, там, надо 50 тысяч, надо 100 тысяч, сколько угодно. Денег у него хватит. И дальше он может принять участие в войне, вот уже в мафиозной войне, за раздел территории и собственности России. Ну, и отвоевать себе какое-нибудь небольшое бандитское государство где-нибудь на территории России, создать, так сказать, свою какую-то маленькую империю, ну, выбрать можно, попытаться это сделать в союзе с каким-нибудь губернатором. Ну, в общем, короче говоря, здесь уже все смуты, это все-таки туманное такое действие, и там прогнозировать сложно. Другой вариант, если совсем тяжело будет на территории России, есть Африка, куда Пригожин давно просится. Сейчас идет, выставлено на распродажу в Судан, и Пригожину эта территория хорошо известна, там его знают, и, в принципе, он там может найти союзников. Вот, то есть, ну, дальше уже понятно. Есть Мали, где он хорошо пограбил в свое время, там количество убитых Пригожинцами исчисляется очень большими цифрами. Я сейчас не рисую даже, я не готовился к этому вопросу, но в любом случае там многие тысячи жертв Пригожинцев в Мали. Есть Центральная Африканская Республика, есть, я уже говорю, Судан, который давно манит Пригожина, потому что там золото. Ну, короче говоря, у него перспектива большая. Но самое главное, это сейчас отказаться, так сказать, от отцовства поражения. То есть, потому что, ну, алименты там большие, признание отцовства. Вот, он пытается всячески избежать вот алиментов за то, что он будет признан отцом поражения.